Лол, чел, зацени РПГ! Вообще-то я имел ввиду жанр компьютерных видеоигр Roleplaying Game в аббревиатуре RPG. Со словом Game все понятно, а вот что значит Roleplaying? Викпедик говорит, что РП, RP Roleplay, это ролевая игра в жизни или компьютерной игре, отыгрывание своей роли от первого лица. Вот это мы зачеркиваем. Что такое РП я знаю не понаслышке года так с 13-го, а именно с модификацией на легендарную игру GTA San Andreas. Смешной обзор, на которую я делал на своем втором канале в нескольких частях. Модификация еще называется Samp, где в мультиплеере нужно было отыгрывать роль человечка, за которого ты играешь. И каждый раз, когда ты пытался устроиться в какую-то организацию, лидер тебя спрашивал знания всех терминов, в числе которых было и РП. В общем, я шарю, если чё. Ну и для неопытных интернет-пользователей на всякий случай скажу. Слово Game переводится как Мясо Дичи. Совмещаем Roleplay с Мясом Дичи, и в голову приходит только одна игра. Kingdom Come Deliverance. Наверное, это моя самая ебаная подводка к теме видоса. Нормально, блин. Это одна из немногих игр, выхода которой я прям очень ждал в свое время. Особенностью этой игры является упор на историческую достоверность. В игре детально воспроизведены средневековые одежда, оружие... Ладно, нахуй Википедию, давайте играть уже. А, тут еще синематик с предысторией идет. Ну, короче, в двух словах. 15 век. Богемия. Историческая область Чехии. Есть крутой король Карл IV. Короля не стало. Наследником престола становится сынулька Вацлав, который вместо дела занимается хуйнёй. За это его похищает сводные врата Хасигизму, роль Венгрии, и забирает админку себе. Войдя во вкус, мужичок коптит территорий союзников и захватывает власть. Но вот с этого момента и начинается история главного героя. А вот, кстати, этот балбес ёбаный. Опять сидел до трех часов ночи за компиком, а теперь спит до двенадцати. Благо, матушка разбудила и с самого утра запустила процесс критики в сторону главного героя. Она еще и рану заметила. Блять, мама, мне уже 16 лет, я сам вправе решать, что мне делать. Мог бы ответить я, но не стал. Пошубать его дворе. А он, мужик серьезный. Удар хорошо поставлен. Матуся забрасывает нас вопросами о том, где мы были и что делали, ответы на которые являются прокачкой существующих характеристик. Отвечая, что беседовал в корчме с братахами, на что матушка отвечает пассивной критикой. Ох, уж эти мамы, ёпта. Затем отвечая, что стрелял из лука, на что получая по лицевому суставу очередным наездом. Кстати, умение стрельб из лука пригодится нам немного позже. Но об этом немного позже. Прокачав характеристики, мы можем просто перетереть с матушкой. Среди вариантов разговора есть вот такой вот. Но так как я отыгрываю РП и максимально вживаюсь роль, вместо этого варианта диалога я скажу, а пока вот что-нибудь есть? Уважайте матушку, ребята. Закучит разговор. Впитываем в инвентарь хавку и по РПшечке трапезничаем за столом. Лутаем сундучок и идем к бате-кузнецу. Беседы с мамой шоу были цветочками по сравнению с тем, как упильный текст извергает на нас батя. В двух словах, игра рассказывает о механиках диалога, а именно о красноречии, обаянии, силе и взяточках. Кстати, на обаяние влияет внешний вид главного героя. За это игрушечка получает небольшой-большой плюсик от меня. Отвечаем бате на его доебы тем, что мне нужно было кое-что сделать. Очень красноречиво. Батяна Гридж еще работает над мечом для некого Панараццига и пользует своей отцовской репутацией и наличием Глока-17 в правой руке. Он делает из Индра шестерку, которому нужно сходить выбить деньги из алкашины, купить уголь, забрать крестовину для меча и лутануть пиво в корчме. И так, чтобы оно было холодным. Замечу, холодным. Что поделать, отправляемся в город. Кстати, батя работает на подсосочах у замка. Вот он. А вот весь наш городок. Я здесь родился и рос. Скалица называется. А меня, ну то есть его. А точнее их, зовут Индра, Генри и Инджрих. Эти три личности уживаются в одном деревенском балбесе. И каждая из них проявляет себя в зависимости от ситуации. По пути в город я пересекся с матушкой. И остатки совести заставили меня спросить, нужна ли ей помощь. Фух, ну слава богу, не нужна так не нужна. Вот мы и пришли к алкашаре, который задолжал бати бабла. Чуть надо. В диалоге с таким отродьем на арену выходит личность Инджриха. Агрессивный чел с характером. Вали отсюда, малой, все, иди. А мужичок-то не промах. Похоже, придется сбавить обороты и проявить навыки пользования ртом. А то есть красноречие. Еблан старый, дай денег. Ты че, сука? Начинается затяжная пиздиловня с бухим дедом. Що, блять? Мужчина держит удар и, помимо прочего, имеет определенные знания в области уличных замесов. Що, сука? На, поры, свитоты. Да и, блять. Блять. Сука, мужик неугомонный. Одолев пьянь, мы получаем от него согласие на ограбление его дома и ключик. Волта все самое ценное. Перед выходом я впитываю немного бульончика. И чтобы не было вида моего вмешательства, я решаю возместить недостаток супчика особым способом. Кстати, у нас в деревне недавно появился крутой новый магаз с гаджетами со всего мира. Вот он, Геокс называется. Ну-ка, где там мой заказик? Ооо, это же новый графический планшет Хайон Q620М с рабочей областью. Размера А4. Смотрите, все наше село на нем уместилось. Матуся, сиди ровно. Сейчас я проверю на тебе 8192 уровня давления с помощью этого пера весом всего в 14 грамм. Представляешь, мама, этот планшет имеет беспроводное неразражаемое перо с углом наклона до 60 градусов. Ты прикинь, 60 градусов. Ну вот, зацени лучше, что нарисовал. Анна, ты тут сиди, а я к бате пошел. Как же хорошо, что я зарядил свой планшет дома и теперь могу им пользоваться целых 20 часов без подзарядки, просто подключив его к своему телефону. Ооо как. Че, батя? Хочешь себе такой же? Тогда переходи по ссылке в описании и по промокоду FUMAS забирай планшеты бренда Хайон на 1000 рублей дешевле. Там много разных моделей. Глаза разбегаются. Ладно, батяня, я за углем. Идем к мужичку-торговцу углем, продаем хуйню и покупаем уголь. В игре очень прикольная система торгов. Кстати, приближаясь к рчме, мы встречаемся с собутыльниками, которые наблюдают за политическими конфликтами местных мужичков. Немец? Вот этот. Гонит направление короля Вацлава. Мужичкам это, естественно, не нравится, а нашим дружбанам еще больше. А поэтому один из хентяр предлагает замечательную идею закидать дом немца говнищем. И, естественно, три этих оборота подначивают Индра. Вообще человек аполитичный, но конкретно в этом случае можно и согласиться. В роль вступает личность Генри. Приколист. Вы не подумайте, не подался стадному чувству, а просто захотел немного потроллить. Отвлекаем жену немца и, как настоящие салюки, голыми руками закидываем дом какашунками. Под перлогом за страну и короля. Но, к несчастью, нас замечает сынка немца с двумя его дружанями. Пацанчик ловит лепеху в голову и начинается очередной конфликт. Заскочив в корчму, нас встречает тяночка Генри. Бьянка. Бьяночка, девочка. Лутаем у нее пиво. Бьяночка говорит нам... С определенным намеком, на что Индур делает твит, словно понимает, что она имела в виду. Но мы-то знаем, что Балда ничего не понял. Кстати, в игре есть ачивка с вот таким вот интересным названием, подтверждающая все вышесказанное мною. Балбисик отправляется домой и, блядь, я забыл забрать крестовину для мяча. Вот, держи. Крестовина. Сяп. Блядь. Я забыл на занятие по мячу сходить. Так, что там у нас? Здесь прямо, тут повернуть налево. На месте. Это Ванек. Он кочевник, который на время заехал к нам в поселочек. Именно у него Индра вчера задамажил руку на уроках по файтингу на мячах. Идем с челиком в назначенное место, и он по доброте душевной дает мне мини-урок по замесу на мячах. В игре, к слову, ебейшая механика сражений. Тут нет тупого с вам клика на ЛКМ. Здесь нужна целая тактика. Если вы играли в Мордаху и вам очень нравится эта игрушка, то настоятельно рекомендую поиграть в Киндом Кам. Кам, слово смешное, знаете. Короче, приносим бате потное пиво все еще обосранными руками. Ему это, естественно, особого удовольствия не доставляет. А поэтому спидраним еще одну баночку с армата крепкого светлого, ловим комплиментик от батяней и делаем вместе меч для пана. Попутно батя учит нас жизни и критикует за обкаканный дом немца. Говорит... Доделываем с батяней Ставчика и неподалеку от нас спавнится Малая. Звать Тереза, которая пришла за гвоздями для своего отцовства. Щегол, сгоняй домой, притуши как гвозди. Батя, блядь, я спидранер, лутанул их еще в самом начале. Вот, Малая, держи. Наут. Тереза задает нам вопросики насчет бьянки. Ревнует, наверное. Говорит, что вечером увидимся на танцах и, виляя булками, уходит в закат. Да, вот это женщина. Батя тестит новый меч на палке. Блядь, напугался. Ты боже мой. А вот, собственно, сам панрацик со своим корешем. Так, ну-ка, тихо. Сейчас меч тестить будет. Ну, такой себе, если честно. Блядь, да ты сам попробуй. Ну-ка, дай сюда. Смотри, как надо, поц. Получай. Ну как, нормально, ребят? Ребят, нормально? Нормально, ребят? Ну как? Во! Мужички нахваливают меч, который сделал батяня. Вот этот челик говорит, что с таким талантом надо в Праге работать, а не в этом селе ебаном сидеть. А что пан отвечает? Все верно. Это очень длинная и запутанная история. Блин, я надеюсь, батя внезапно не умрет и сейчас расскажет мне эту историю. Блядь! Че произошло-то? А произошло следующее. На деревенский отсек напала сука бородатая. Сигизмунд. С армией своих подсосочей. Индра побежал лутать ценный ставчик из дома, а батя ломанулся в самый замес спасать женушку. Мужичок делает ебейший развал кабин, пока Индра бежит в город, чтобы увидеть, как падла лысая бьет в спину батюшке. За ним отлетает и матуся. И все это на глазах у и... Так, стоп, идем. Сука ты, блядь. Ворота закрываются. Стражный кричит, вали в Тальмберг и предупреди их. Адла ебаный, блядь. И пока я бегу по тропинкам в поисках лошади, я тебя умоляю. Оторвись от компа и сходи поцелуй маму 20 раз. Потому что хихоньки-хахоньками, а моментик действительно сильный и стильный. Заставляет задуматься. Во время прохождения, по эмоциям, так сказать, отбило. Рекомендую. Фух, добежал. Слава тебе Богу. Пора делать съебас. Перезочку девочку зажали. Отвлекаем быдло, получаем ачивку и в бега. Фух, все-таки устал. Якубовича расспрашивает, что случилось и откуда я. Но отвечаю. Я из Скалицы. Убили там всех. Напали. Леонид Аркадьевич вытаскивает из ноги стрелу и что-то... Ребята, я посплю, мужичек. Вставай, вставай. Бля, мужик, ты нахуй будешь? Оказывается, стрела не задела кости. А поэтому в течение трех следующих минут я смогу спокойно щеголять. Потому что все раны захилятся. Рассказываем местному пану о том, что случилось. И мужичок в стильной шапочке подтверждает, что это армия Сигизмунда. Да я же говорил. Как выясняется из диалога, мужичок знал ботяню Индра. Видать, родословная нашего балбесика не так проста, как может показаться. Бля, ща похавать. Ладно, пацан, пойдем. Дедуля со стильными усами ведет нас на кухню, где мы знакомимся с пани Стефани. Милфанька дает указ бабуське-поварюшке на готовить мне вкуснях. Сама же наливает мне венца и говорит, что я могу потом пойти отдохнуть в сторожке во дворе. Ой, спасибочки. Засовываю супчик и немного всякой хавки в кормаху. Сажусь рядом с тяночкой на скамейку и пляну. Ой, ребята, не знаю, как вы. А я спать продал. Раззуваемся и устраиваем дрыхательный процесс на 12 часов. Как в реальной жизни прям. Бля, ща-то не спится. Сейчас бы тяночку. Бля, кто там приперся? Вот это да, ребята! Это очередное доказательство того, что мысли материальны. А чтобы узнать об этом поподробнее, советую прочитать книгу «Подсознание может все». Милфачка пришла с пирожками и, что самое главное, вином. Ох, сейчас что-то будет. Она взяла меня за ручку. Похоже, то самое достижение отменяется. А, она хочет поговорить о том, что с Халлисом произошло. Похоже, что Индра так сильно расстроился, что растворился от грусти печальной. Или же... Это прикольный баг слэш фейл. Скорба, что происходит? Рассказываем пане Стефане в левое ухо все, что произошло. Попутно выслушивая ее историю. Она уходит и Индра засыпает. Естественно, пацанчику снятся кошмары, которые заставляют его чувствовать вину за произошедшее. Но, слава богу, нас будет Якубович и говорит «Чел, пойдем! Там такой чел!» Вооружившись факелом, иду на стену. Босиком. Непорядок. Все проэгнорили просто. Мужички говорят, что это, возможно, Сигизмунд решил устроить нападок. Но поводов для страха нет. Потому что оказалось, это пан Расск с людьми из Скалицы. Оказалось, что благодаря бури пану и его людям удалось свалить по стелсику под носом у Сигизмунда. Они направляются в Ратайе. Говорит, там замок крутой и всем места хватит. Расск зовет Индра собой, но второй говорит, что надо бы в Скалицу сгонять и похоронить родителей. Чел, ты ебан! Тебе жить надоело! Ну, пан Расск! Заткнись! Пан Расск сожалеет о том, что случилось, но говорит, что сейчас нельзя никуда идти. И косолапит в Ратайе. Я же остаюсь дежурить на стене. Ну, что поделать? Дежурю. Тут немножко подежурю, здесь подежурю. Ух, еб, да шо ж такое-то! Паника какая-то! А паника по делу. Сигизмунд с армией подсосов подошел прямо к замку. А главная его шестерочка спрашивает, где Расск. Пан Дивиш с прокачанным красноречием на сотку отвечает, шоб тут нахуй шоу. Так и происходит. Ебать он, буря! Теперь надо бы сделать ебас из города. Вот он, кстати. Я здесь не родился и не рос. Поэтому надо. Прошу стражника выпустить меня, а он говорит, шо не выпустит. Потому шо приказ. Но, буря, шо если будет выходить стражник? Тогда выпустит, естественно. Пацан! Намек понял. Вору лук и стрелы и продаю их местному скупщику. Покупаю у него отмычку и идут ибрить более ценный ставчик из сундучка. Взломав замочек, я приятно удивляюсь содержимому. Хе. Лутаю стафологию и на снялся чах уматываю. Переодеваюсь в укромном местечке и вуаля! Ты смотри, жених! Беру лошадку и охранник без базара выпускает меня. Говорит, если кто узнает, я тебе ебало начищу. Пацан, намек понял. Ну шо ж, пора ехать с калицом. Дропаю лошадину и пешочком иду к замку, попутно обворовывая трупики. Да, ребята, это полная жесть. Но в игре почти вся пища имеет состояние, а то есть срок годности. Поэтому носить тонны хавки бесконечно долго не получится. Вот так вот. Дядя, лова загружилась. Господи, помимо. Отлупив и ограбив по пути пару разбойников, я приближаюсь к середине деревушки. И на этом моменте игра жесть как сильно начинает фризить. Но данная проблема фиксится путем поконины с конфигами игры. Если надумаете поиграть, имейте в виду. Около корчмы встречаем бьяночку в таком вот виде. Жалко денучку, конечно. Забираю колечко себе в память о нашей чистой любви и, наконец, подхожу к родичам Индра. Но чтобы прочувствовать глубину этого момента, я считаю, что тебе нужно поиграть в игру лично самому. Я мог бы попытаться сделать этот момент трогательным, но не хочу. Отправляясь в поиск лопаты... Как ноготи? Это шо за звуки? Ебалыга, который получил какахи по голове примерно восемь с половиной минут назад, нападает с лопатой на собачугу, которая защищает труп своего хозяина. С каждой секунды диалога с этим хуй-путалом у меня все больше возникает желание набить ему еблище. А поэтому сдерживать я себя не стану. Блюдище, обосранное. Сука. Бля, как он так? Пацан, хоть и крыса помойная, но навалял мне нормальных плюх. К счастью, мне удалось перетанчить говноеда, и он кинулся в бега. К сожалению, догнать его и прирезать нахуй не удалось. Ну ладно, чего уж, невелика проблема. Лутаю лопату и отправляюсь копать могилу у дома под деревом, как родители Индра того и хотели. Мою компанию пополняет Барбос, и вместе с ним мы заканчиваем начатое. Но, к несчастью, во время размышлений о том, как же перенести тела в могилу, в мир вторгается темный дух по призыву утворка, которого мы могли перерезать к факанной матери минуту назад. Толстолобый мужичок по кликухе коротышка просит меня отдать ему меч. Но я, естественно, на такое не согласен. И да, кстати, думаю сейчас самое время сказать, что это тот самый меч, который мы делали с батей для панрация. Ну, это если вы вдруг не поняли. Этот меч в каком-то смысле является макгафином. А что такое макгафин, вы можете погуглить. Начинается рубиловня, во время которой мы узнаем, что голова коротышки пуля непробиваемая. Ну ничего, сейчас я... Ух, еб... Похоже, это конец. Эй, ебалыги. Советую съебывать пока при памяти. Фуя, ребяночки валим. Вот вам, ребята, урок. Делайте добро, и добро вам вернется. Я вот спас Терезочку, теперь она меня. Чувачки хоронят родичей Индра, а самого виновника торжества отвозят в другой городочек. Он ловит еще один стилевый кошмар, и вот нас будет Терезочка. Говорит, что мы на мельнице ее дядюшки, а сам Балбесик валяется без сознания уже кучу дней. И, соответственно, задолжал кучу бабла за лекарства и уход ее дяди. Как же теперь решать эти проблемы? Думаю, на свежую голову решение придет намного быстрее. Редактор субтитров А.Семкин